Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух, старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Зачастую люди боятся быть одни. И мы часто остаемся одни, когда в этом мире ходим в послушании Богу, не так ли? Иногда быть верным Богу сопряжено с одиночеством. На самом деле, при приближении к последним временам, а я думаю, что мы приближаемся к ним, есть знамения, пророческие индикаторы того, что мы вплотную приблизились к последним временам. Эти подготовленные события будут происходить, чтобы мы были готовы к концу века сего. И пребывая в верности Богу, что ж, вы можете остаться одни. И автор послания к евреям хочет, чтобы мы помнили очень важную истину. С этими словами возьмите свои Библии и посмотрите вместе со мной послание к евреям, 12 главу. Этот стих 12 главы должно быть знаком вам. Вероятно, это один из самых известных стихов послания к евреям. Вы узнаете его, когда услышите. Так что посмотрите со мной 12 главу, 1 стих. Автор только что сказал обо всех этих верных личностях. Вернувшись ко времени, Авеля, Ханоха, Авраама, Ицхака, Якова и многих других. Он сказал о Моисее, об Иисусе Навине, о Рааф и так далее. И вот что он говорит. На основании жизни этих личностей, и особенно на основании того, что мы узнали в конце 11 главы, мы делаем вывод, что наша вера может влиять на других в плане вечности, если мы скажем «нет» наградам в этом веке, и будем ждать наград, которые будут в Царстве Божьем. Если ваш ум настроен на Царство, вы не будете желать благ этой жизни. Нет, вы предпочтете ожидать, когда получите их в Царстве Божьем, потому что эти благословения на всю вечность, а не только лишь на сей век. В свете сказанного, заметьте, что тут говорится. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, о чем это говорит автор?» Что ж, если вы живете для целей Божьих, вспоминайте этих людей, вспоминайте, как они жили в послушании Богу. Давайте я скажу это по-другому. Вспоминайте, как они демонстрировали веру, и как Бог все это замечал, как Он действовал в их жизни, как они завоевывали царство, обращали врагов в бегство, заставляли их отступать, убегать. Они были способны делать все эти вещи. Так что мы имеем вокруг себя это великое облако свидетелей. Раз это так, тогда возникает такой вопрос. Как нам откликаться? Это-то мы и увидим в этом слове из Писания. Посмотрите вторую половину первого стиха. Тут сказано «Свергнем с себя всякое бремя». Что имеет в виду автор, говоря «всякое бремя»? Это те вещи, что обременяют нас, которые тянут нас вниз и не дают подняться. Помните, что Писание говорит? Что наше призвание — это Вышнее призвание. Я уже много раз упоминал, что когда мы живем в послушании Богу, когда демонстрируем веру, когда доверяем Богу, когда применяем на практике Его Слово, мы духовно поднимаемся. А какой результат этого? Результат такой. У нас лучшая перспектива. Мы все более видим вещи так, как видит их Бог. Сатане же это не нравится, а потому он хочет обременять нас разными вещами. Автор говорит «свергнуй с себя эти вещи». Обратите внимание на одну фразу, которая, как я думаю, дает нам великое откровение и понимание о вещах, которые обременяют нас. Он продолжает в первом стихе и говорит о грехах, которые так легко опутывают нас. Так что обременяет нас? Нас обременяют разные вещи. Но вот проблема. Когда мы вовлечены в грех, он опутывает нас. И что происходит? Что ж, тогда мы обременены. Мы опутаны и не можем двигаться туда, где Бог хочет, чтобы мы были. Так что автор говорит «свергнуть с себя эти вещи, удалиться от грехов, которые опутывают нас, обременяет нас». И что надо сделать? Он говорит об этом. «И с терпением, и с выносливостью». Когда я отворачиваюсь от мирских хлопот, от того, что обременяет меня, когда я каюсь в грехах, которые опутывают меня, что происходит? Это дает нетерпение, выносливость, чтобы проходить, пробегать предлежащую мне дистанцию. Почему автор использует такую аналогию «бежать дистанцию»? По двум причинам. Проходить поприще, бежать дистанцию, требует подготовки. Бежать дистанцию требует ясного представления о ней. Чтобы правильно распределить темп, чтобы знать, как пробежать мудро, потому что, если вы будете бежать неразумно, «то не пробежите так, чтобы получить награду». Павел говорит «бегите так, чтобы получить награду». Автор также использует это и говорит нам, чтобы мы с терпением бежали дистанцию, которую Бог определил нам. И посмотрите второй стих. Тут использовано то же самое слово, которое мы видели на прошлой неделе. Оно означает «воспринимать», «взирать». Но перед ним стоит очень важный префикс. Это слово означает «не просто видеть», «смотреть». Но оно означает «смотреть», «видеть с». То есть, чтобы видеть правильно, надо смотреть с правильной перспективы. То есть, речь идет о правильной позиции. Так что, когда я просто проживаю свою жизнь, когда я поступаю так, как лучше с моей точки зрения, когда я обременен вещами этого мира, когда я опутан грехом, у меня не будет нужной мне позиции. И тогда у меня не будет двух вещей. У меня не будет перспективы, и у меня не будет терпения. Когда же я отвернусь от вещей этого мира? Когда я покаюсь в грехе, тогда мне будет дано терпение. Я буду бежать дистанцию, и буду делать это, находясь в правильной позиции. Вот почему тут сказано. Смотрим сейчас второй стих. «Взирая на начальника». В некоторых Библиях сказано автора. Это слово связано с словом «начало», то есть взирая на того, кто начал, на того, кто является основателем и совершителем веры. И слово «совершитель» означает не просто «ты сделал», «ты дошел до конца», но также имеет значение «совершенство». Так что он начинает нашу веру, и он доведет наше путешествие веры до конца. Этим концом будет «совершенство», и не благодаря нам, а благодаря тому, что он начальник и завершитель, совершитель нашей веры. Читаем дальше. Тут сказано не только это, но и то, кто это. Это Мессия. И заметьте, какой пример приводит автор, который с той же самой позиции сделал что-то, который, вместо предлежавшей ему радости, претерпел крест. Для понимания нам надо разобраться, что говорит здесь автор. Мессия претерпел крест. Он пробежал порученное ему поприще и сделал это успешно. Он дошел до конца, то есть положил свою жизнь. А почему он это сделал? По причине перспективы. Он видел предстоящую ему радость. О какой радости, говорит автор? Есть только один ответ. Радость царства. Иешуа понимал, какой будет результат того, что он пойдет на крест, положит свою жизнь, претерпит все, что он претерпел. Он видел, какой будет результат. По причине этого он готов был претерпеть все эти вещи. Позвольте мне сказать вам, что результаты верности Богу удивят вас. Когда вы будете делать то, что Бог поручает вам, и будете делать это надлежащим образом, полагаясь на Бога, укрепляться Его Духом, просвещаться истинной Его Слово, делая это, вы преисполнитесь радости из-за результатов. И даже одно знание этого даст вам выносливость пройти все, как это сделал Мессия. Так что это показывает нам пример. И посмотрите конец второго стиха. И первое, что упоминается, это стыд. Так что он сделал. Возможно, в вашей Библии написано «пренебрегший посрамление». И это нормально. Но буквально, смотреть свысока, не обращать внимания. И тут для нас практический момент. Люди говорили о Нем плохо. Немало было ложных утверждений о Нем. Много чего Ему приписывали. А что делал Он? Не отвечал ни слова, а просто оставался верным. И для нас вот такое послание. Ешуа не думал о посрамлении, о том, что мир пытался приписывать Ему, эти упреки, эти плохие отзывы. То, что мир говорил о Нем, Он об этом не думал. А что Он сделал? Тут сказано «воссел одесную престола Божия» по правую руку от Бога. И мы видим здесь следующее. Мир. То же самое. Вы помните, что происходило, когда Ешуа был на кресте? Как люди насмехались над Ним, говоря, «Другим помогал, а себе не может помочь». Люди высмеивали Его и срамили Его. А что делал Он? Да ничего. Почему? Потому что Он знал истину и потому что имел перспективу царства. И я думаю, что это очень важно. Когда мы видим, что в этом месте речь идет о царстве, какое слово тут использовано? Слово «кара», то есть «радость». Так что мы понимаем, какую невыразимую радость мы будем иметь в царстве Божьем благодаря нашей верности. Во-первых, Его верность, то, что Он сделал, претерпев крест. Но также и то, что сделали мы в послушании, в подчинении Ему. Что ж, и у нас будет эта великая радость. А что Мессия сделал в конце? Он воссел одесную Бога на самом престоле Божьем. В третьем стихе сказано, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников». То есть враждебность. Он претерпел враждебность и ненависть со стороны грешников. Он перенес это. Мы должны быть готовы к такому и в своей жизни. И в конце сказано нечто очень важное. Он претерпел это для того, чтобы наша душа не изнемогла, не ослабела. И вот послание для нас. Автор призывает нас высоко чтить то, что сделал Мессия. Нам надо много и часто размышлять о том, что перенес Мессия для того, чтобы мы не изнемогли душами нашими и не ослабели делать то, что Бог призвал нас делать. Нам необходимо помнить о страданиях Сына Божьего, помнить Его верность, помнить, что Он перенес ради нас. И делая это, мы не изнеможем духовно, мы не ослабеем, мы не отчаемся, но пройдем наше поприще. Посмотрите 4 стих. Обращаясь к вам и ко мне, автор говорит, «Еще не до крови вы противостали». Автор говорит, «Знаете что? Чтобы остаться верным своему призванию, Мессия перенес пролитие крови. Он страдал до глубины своего существа. И автор говорит людям из этой общины, «Знаете что? В вашем хождении с Богом вы не пролили кровь». «Вы не вложили всех себя в это». «Вы не живете жертвенной жизнью». И он говорит в контексте, «Вы не сражаетесь против греха». А почему? Посмотрите 5 стих. Это потому, что мы забываем свою позицию Мессии. В 5 стихе содержится чудесное обетование. 5 стих говорит о том, что мы забыли ободрение, что мы его сыны. Раз мы сыны, он и обращается с нами, как с сынами. Это было сказано им. Где он это сделал? Читаем дальше. «Сыны Мои». «Сын Мой». И дальше «Не пренебрегай наказания Господня». Так что для того, чтобы мы возрастали, Господь будет дисциплинировать нас. И это надо понимать в двух смыслах. Прежде всего, наш Небесный Отец дисциплинирует нас, когда мы непослушны Ему, когда идем не тем путем, когда делаем то, чего не должны делать. Но также поймите и вот что. Когда мы будем поступать правильно, мы будем подвергаться гонениям со стороны мира. И то и другое делает желаемый результат. Потому что влияет на нас. Преображает нас. Делает так, что мы преображаемся в подобие Мессии, чтобы мы вели себя, как Он. Итак, еще раз. Читаем. «Сын Мой, не пренебрегай наказания Господня». И, говорит он, «Не унывай, когда Он обличает тебя». Когда Господь обличает вас, производит обличение за то, что вы что-то не сделали. «Не унывайте из-за этого». «Не ослабевайте из-за этого», говорит он. Почему? Шестой стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». И в следующих двух стихах мы поговорим о том, как нам понять сказанное на основании опыта нашего детства. Потому что, дай Бог, надеюсь, что у вас был отец или другое авторитетное лицо в жизни, и этот человек наказывал вас, дисциплинировал вас, когда вы поступали неправильно. Потому что это наказание, это дисциплина, по причине того, что он или она любили вас, вас наказывали для того, чтобы вы поступали правильно, наказывали во благо вам. Так что, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». И обратите внимание на то, что автор использует и другое слово. И слово это «бить», наказывать плетью. Это правильное слово для обозначения наказания. «Бьет же всякого сына, которого принимает». Так что Бог, Отец наш Небесный, обещал нам, что если Он принял нас как сына через нашу веру в Мессию, мы становимся детьми Божьими, и по этой причине Он будет дисциплинировать нас. И иногда очень сурово. Но делать Он будет это не из гнева, но из... Что Писание говорит в 6 стихе? Из любви. «Бьет же всякого сына, которого принимает». 7 стих. «Если вы терпите наказание или подчиняетесь наказанию, то Бог поступает с вами, как с сынами». «Если вы подчиняетесь власти Бога, Он будет вести себя с вами, как с сынами». Так что не отчаивайтесь по этой причине. Не гневайтесь, когда проходите через эти вещи, потому что Бог поступает с вами как праведный Небесный Отец. И Его дисциплина, если мы позволим Его наказанию произвести действие в нас, будет иметь влияние Царства, поможет нам развивать характер Царства, и благодаря наказанию мы получим благословение Царства. Перейдем ко второй части 7 стиха. Тут сказано, «Ибо есть ли...» Здесь сказано, что если у кого-то есть Отец, Он наказывает его. Правильно? «Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец?» Восьмой стих. «Если же остаетесь без наказания...» Он продолжает и говорит, «Которое всем общее», и Он приводит здесь гипотетическую ситуацию. «Если кто-то не получает наказание...» То результат такой, буквально тут сказано, «то вы незаконные дети, а не сыны». Очень важно разъяснить последнюю часть. Автор говорит следующее. «Если мы подчинимся и будем переносить наказание от Отца Небесного, то Он примет нас и будет обращаться с нами как с сынами, потому что всякого сына Отец дисциплинирует». Далее Он говорит, «Если же остаетесь без наказания...» А что касается нас, то мы знаем, что это не наш случай, ведь все мы имеем наказание. Но если нет, это гипотетическая ситуация, тогда кто мы? Автор использует слово, означающее «незаконные дети». В иврите это очень сильное слово, «мамзерим», но послание написано на греческом, и тут используется другое слово, но означает оно кого-то, рожденного вне брака. По этой причине тут нет брачного завета. Раз нет завета, то и отец ничем не обязан. По закону того времени, родитель к таким детям обязанностей не имел. Почему так? У женщины должен быть документ о браке. Согласно этому документу, все ее дети принадлежат ее мужу. Он обязан. Однако, без такого документа у него нет обязательств. Так что такие дети остаются без надежды, которую дает завет. И тут сказано, если Бог не дисциплинирует вас, если не накладывает на вас наказание, когда вы выходите из его воли, что же, если это так, то вы не состоите в отношениях завета. Вы не родились в результате отношений завета. Результат? Автор говорит, «Вы незаконные дети, а не сыны». Почему он говорит «не сыны»? Часто в Писании термин «сын» связан с термином «наследник». Тут сказано, что в этом случае у вас не будет наследства. Посмотрите 9 стих. Тут сказано, «Те, кто имеют земных отцов, получают наказание». А что они делают? Что же, имеющие земных отцов, наказывающих их? Тут сказано, «Они почитают их». И дальше, «То они гораздо ли более должны покориться отцу духа, чтобы жить». Так что он говорит? Он говорит, «У всех у нас есть земные родители. Они наказывают нас». И что происходит? Тут лучше всего сказать на примере маленького ребенка. Потому что мы говорим о физической дисциплине. Я хочу вам сказать о том, когда ребенка шлепают. И это можно делать только тогда, когда ребенок еще маленький. Почему так? Потому что, когда дети подрастают, такое шлепание никак не действует, не причиняет боли. Действенно это, когда ребенку два, три, четыре года получает шлепки, ребенок не получает физического вреда. Действие происходит на эмоции. И что происходит? Что обычно бывает после того, как его отшлепают, после того, как его дисциплинировали, когда он или она плачет? Ребенок приходит к родителю, и родитель обнимает его. Он подтверждает свою любовь к ребенку. Об этом и говорит Писание. Такое наказание применяется к ребенку, когда он маленький. Когда же ребенок становится старше, скажу за себя, когда я стал подростком, меня наказывали санкциями. Лучше бы меня отшлепали. Потому что такое наказание недолговременное. Боль бы пришла и ушла. Но такое наказание, наказание санкциями, могло длиться днями и неделями. Мне это не нравилось. Но поскольку мои родители любили меня, они это делали. Об этом и говорит Писание. Родители применяли наказание к ребенку для временной пользы. И дети почитали их. Они принимали наказание и боялись родителей. Автор говорит, что не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов? Писание говорит, что Бог — Отец всего творения и дисциплинирует даже в небесной сфере. И цель этого — жизнь, чтобы мы обрели жизнь, правильную жизнь. Десятый стих. Снова речь идет о земных родителях. Тут сказано, «Те наказывали нас, относительно говоря, для немногих дней, согласно тому, что они считали надлежащим, полагали правильным». И здесь — контраст. Помните, что автор пишет это послание евреям? И цель тут — чтобы понять, нам надо подумать, как написали бы раввины, и они дали бы нам что-то называемое домашним заданием. Что-то простое и что-то более серьезное. Так если мы подчиняемся земным родителям, то насколько более должны подчиняться Отцу Небесному? Если родители думали, что делают нам на пользу, то насколько более Бог Всеведущий, Он знает, что самое лучшее, и для какой цели Бог это делает? Посмотрите конец десятого стиха. Тут сказано, что Он наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Это потрясающе. Почему мы покоряемся наказанию Божьему? Потому что оно оказывает влияние на нас, преображает нас в Его подобие, чтобы нам быть святыми. А о чем говорит святость? О целях Божьих, которые мы должны исполнить в своей жизни. Об этом и говорит автор. Одиннадцатый стих. Всякое наказание в настоящее время, когда оно применяется, кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. О чем тут речь? О воле Божьей. Он говорит, наученным через него доставляет мирный плод праведности. А что такое праведность? Праведность — это принадлежность царства. Так что тут два этих слова вместе. Мир означает волю Божью, и когда воля Божья исполняется, результат — праведность. И Бог дисциплинирует нас для того, чтобы эти качества исполнялись в нашей жизни. Он делает это не для себя, делает не так, как земные родители, и я тоже виновен в этом. Наши дети разочаровывают нас, сердят нас, и потому бывает, что мы наказываем не для их пользы, а из-за разыгравшихся эмоций. Бог же так никогда не делает. Когда наказывает Он, то делает это для того, чтобы мы стали такими, какими Он хочет, чтобы мы были, и чтобы мы проявляли в своей жизни истину царства. Посмотрите 12 стих. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющие не совратилось, а лучшее», что тут сказано, «исправилось». Именно это Бог и делает. Он дисциплинирует нас для того, чтобы мы исправились и не ходили неверными путями, чтобы у нас не было такого духовного состояния, что мы сойдем не на тот путь, но чтобы нам иметь надлежащее духовное состояние и представлять своей жизнью и истину царства. И именно это стремится открыть нам это местописание. Этому оно хочет научить нас. Это сильное место для того, чтобы производить зрелость в жизни верующего. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии Иешуа и Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok